Вашему вниманию предлагается инсультационная работа на тему супермента моделирования динамических характеристик большевизмерных систем, основания, железобетонные конструкции, методические конструкции. Ядными примерами, указанных в названии работы большевизмерных систем, являются большепаралетные сооружения, в том числе построенные в чемпионатах мира, в футбольные стадионы. Одной из ключевых особенностей математического моделирования статически-динамического напряженного состояния уникальных объектов такого рода состоит в том, что разработка и расчетную оптимизацию связанных большевизмерных основных подсистем, таких как основания, железобетонные конструкции, металлоконструкции, покрытия, ведут независимо различные проекты и конструкторские организации. И при этом построить полную модель расчетной полной системы зачастую не представляется возможным в силу ряда причин. Первое, что большая размерная задача, как геометрическая, то есть габаритное сооружение более 200 метров, так и вычислительная, достигает десяток миллионов неизвестных, и ряд других особенностей, связанные с тем, как это проектируется. И для решения этой проблемы необходимо разработать методику математического моделирования, позволяющую обосновать возможность перехода к проведению расчетов в рамках отдельных моделей подсистем и снизить вычислительные размерные задачи. Таким образом, цель институционной работы – разработка, верификация, апробация, эффективные методики, то есть программа модереграммических характеристик, плачеразмерных систем. И для достижения этой цели, сформулированных ряд задач, представленных вам в слайде. Научная новинка работы состоит в том, что разработанная методика, позволяющая обоснованно разделить исходную систему, связанная подсистема уникальных объектов строительства, на программном комплексе реализующей методику показана эффективность разработанного подхода к исследованию динамических характеристик систем. С применением этой методики впервые решены на объемки задачи высокого уровня ответственности, сложности и вычислительной размятости, проведена еще от исследований динамических характеристик, футбольных стадионов. Для рассмотренных стадионов исследована специфика использования разработанной методики, реализована на практике возможность параллельной работы его разработчиков. Теоретическая значимость состоит в том, что разработанная рефицированная, аппарат, 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 с просчетом обоснования напряженным деформированным состоянием и прочности футбольных стадионов в период городов, и при этом она обеспечивает новую востребованность современной практики и уровень просчетных исследований. Начали с подсобного исследования, буквально для обзора современных постановок, численных методов и программных комплексов, применяемых для расчета большого размера реминированных систем, и в том числе уход был сделан на акцент, сделан на супраэлементной платформе. На данном стаде представлены фамилии отечественных или зарубежных исследователей, специалистов этой области. Как показал обзор, супраэлементные подходы широко представлены в аэрокосмической области, в передовых вырослях машиностроения, но практически полностью отсутствуют в строительной области и имеют свою специфику. Метод супраэлементов заключается в том, что группа конечных элементов объединяется в один, представленный модель цене облияния, то есть модель цене массы, нанкированной жесткости. И этот супраэлемент уже может быть присоединен вдруг к или использованной наиболюции с обычными конечными элементами, другого типа. И методы супраэлементов подразделяются для статических задач, это не будет статической конденсации, для динамической синтеза под конструкцией, которые существуют несколько типов. Здесь представлены краткий перечень современных программных комплексов, и отмечено наличие или отсутствие в них реализации методов статической конденсации и методов динамической синтеза под конструкцией. Как видно, эти подкомплексы применяют, конечно, как представлены в универсальных тяжелых программных комплексах и в исследовательских. Специализированность проектных программ практически представлены зарядным исключением в местных комплексах, в которых есть функция диастатического расчета. Была разработана методика суперэлементная, общая структурная схема, которая представлена на данном слайде. Как уже указано ранее, необходимо реализовать возможность управления расчетами под систем для разных конструкций организаций. Сделать это можно двумя способами. Первая средняя методика — это построение полной конечности элементы модели системы и модели под систем и сопоставление в собственность с tells хромохолебаниях полной системы и оттенненных под систем. В зависимости от взаимовлияния, обосновать возможность перехода, recruitment вероятность, что такая возможность недоступна. Второй альтернативный способ, который не требует построения полной конечной элементы модели системы, — это суперэлементный, он представлен в правой части слайда. Здесь каждая организация разрабатывает конечную элементную модель своей подсистемы, формирует суперэлемент, который передает коллегам. Затем присоединяют разработанные конечные элементы подсистемы к суперэлементу, разработанной смертниками, и тем самым выполняют расчет полную систему и корректно учитывают динамические характеристики подсистемных смертных. Далее здесь представлены автоматические постановки, системы направления и линейной теории пробости динамической постановки, начальные условия и граничные условия перемещения и движения. Для решения задачи применяется метод конечных элементов, мощный метод применяется в данной механике, уравнение динамико-динамфирования системы в форме методов перемещения, в форме МЗ-6, которые, естественным образом, сводятся к частным случаям, к управлению свободных перебаней для динамфирования, к частным правлению собственных значений и, как в простейших случаях, к управлению статики. Далее на двух статях представлены, как пишет, исследования для методостатической конденсации. Здесь решается выдача статики и выражается, что для суперэлемента формируется редукцированный матрицей. Жесткость и векарно-грузки, представлены здесь. Далее метод для методического синтеза конструкции. Возвязать динамики. Значит, здесь суперэлемент динамический, он разделяется тремя матрицами, очень редукцированная матрицей масс, имптирование и жесткости. Уравнение движения при этом разделяется по степням свободы для внешних узлов и внутри узлов степени свободы. Вектор перемещения. Вектор эволюционных перемещений будет представлены в следующем виде, где Т – это матрица преобразования, и где дает набор, изученный набор обобщенных модельных кардиналов. Т – это матрица преобразования имеет отличный вид, в зависимости от веро-динамического синтеза конструкции. В частности, для метода фиксированной границы, где мы рекомендаем матрица преобразования и следующий вид, их имеют блок фрс, где и есть собственная форма крепания под конструкцией удержанная, да, с учетом фиксированной границы, это все правильно, да. Для метода свободы границ матрица преобразования имеет схожий вид, но здесь уже присутствуют другие формы крепания, учитывая на это формы крепания как сближения свободного тела и формы крепания под системой при незакрепленной границе. Редуцированные матрицы жесткости массы инфекирования и вектор нагрузки для супраэлемента при использовании метода серых границ имеют следующий вид, и, как здесь видно, матрица жесткости явно зависит от подажа собственных частот супраэлемента, а матрица массы инфекирования и вектор нагрузки от собственных частотых форма перемен. Форма перемен, да. Супраэлемента. Здесь представлена частная проблема собственных значений уже для системы, состоящей из конечных элементов под системой и под системой присоединенного супраэлемента. При этом матрица жесткости массы инфекирования, где видно, что они являются в зависимости от матрицы жесткости для конечных элементов под системой и супраэлемента. Для программной реализации заработанной методики был выбран в качестве базового программного комплекса антипехонитор, обладающий обширной библиотекой конечных элементов. Основные типы представлены в деснаслайде, основные типы элементов, которые используются в задаче по основанной стационной работе. Вот это оболочные элементы, это оболочные элементы, это оболочные, реализующие гипотезу Тумашенко, ряд других. И отдельно выделены элементы матрицы 50, супраэлементы, то есть набор инфекционных комплексов. Также в программном комплексе реализован ряд мощных методов. Решение системы объединения судебрейческих поравнений, задач на собственные значения, а также в результате реализованные суперэлементы. Программный комплекс, в том числе при моем участии, верифицирован в российской колени архитектуры и строительных навыков, средицы представлены здесь. И для проведения рассчитанных исследований был разработан в программе для вывода разработана, на встроенном языке программирования ПДИ, встроенном конец механизм, предназначенном для оптимизации процесса создания расчета механических методов моделей, задания параметров расчета и визуализации и обработки полученных результатов. Верификация. Вот приведена на представительном наборе примеров. Первый из них выбран и разрешено. Это примеры из официального верификационного отчета Энсис Механиков. Здесь рассматриваются, здесь определяются собственно частоты и формы клеваний камертона для полной модели и с помощью трех вариантов методинамического синтеза по конструкции. Вот этот пример демаскирует способность мер, и при этом максимальная разница вычисленная собственность частоты и формы клеваний составляет в высоком уровне процента. В качестве второго примера выбран уже объект реально существующий, это блок торгового санта Волгумон. В городе Волжский дом имеет схожую структуру с исследуемой, большеразменной, комбинированной системой. То есть здесь явно выраженная железобетонная часть, каркас и металлическая конструкция покрытия. Сделают представленные разработанные конечные элементы модели, полные системы, подсистемы и подсистемы с суперэлементами. И верификационное исследование на этой задаче разработано несколько шагов. В первом проводилось исследование влияния подробностей конечной иммikingатной модели на точность иillahирнической натуре. Далее сопоставление анонийских характеристик полной системы и подсистем без усмету с суперэлементов. В daiyataka, такое же сопоставление анонийческих характеристик полной системы и подсистем много с учетом суперэлементов. И здесь же проводилось исследование особенностей применения методов фиксированной границы, перев Marinецы и влияние количественных чёрных внутренних фронт перебания. И на последнем шаге оценивалась чувствительная эффективность разработанной методики. Время подробностей на немецком модели, здесь мы в инстаграме справа, приведены результаты расчётов с отсутствием фронт перебания для моделей с разной степенью подробности. Диабаза на 33 Гц, это порядка 400 фронт перебаний. И при этом оптимальная по точности и чувствительная раздельность, в соответствии с разведением модели, трёх-четырёх конечных элементов на инструктивные элементы сооруживания. Далее, сопоставление частотой формы перебания полной модели и модели и подсистем без экспериментов. В данном случае видно, что присутствует влияние, взаимное влияние подсистем друг от друга, то есть присутствует формы перебаний подсистем, такие, которые существуют в полной модели, что свидетельствует о невозможности проведения независимых расчётов подсистем и сопоставление динамических характеристик полной модели и подсистем с суперэлементами. Рисфоро показывает генетичные результаты и при этом следует отметить, что необходимо учитывать внутренние собственные формы перебания суперэлементов в частотном диапазоне в полтора-два раза превышающем частотный диапазон всей системы. О неживочистительной эффективности разработанной методики для рассмотренной задачи малой раздельности, как он вам показал, то, что это не является сильной стороной разработанной методикой. Для проглации методики были выбраны два реальных объекта. Это подпольные статированные в чемпионат мира, построенные и детектированные в чемпионат мира футболок, в два стадиона, в нижнем море, где у вас прямотонок. Вот для первого, здесь показаны, разработанные конечные методы, модели, аналогичные рефикционные задачи. При сопоставлении частотой формы колебаний полной системы и подсистем в безусловных суперэлементов выявлено малое взаимное влияние подсистем друг на друга, что в основании выполнять исследование изолированных подсистем. То есть это мы рассмотрим первую методику долги и еще без суперэлементов. И второе сопоставление геномических характеристик полной модели системы и подсистем к суперэлементу показывает в безусловичных результат максимальное расхождение в сотой доли процентов. То есть тем самым десантимизационная так называемая эффективность выпроявилась и по одной методике и по второй. Для второго футбольного стадиона в Ростове-на-Дону, в котором выработали модели, вот здесь в рамократе представлены в виде двух подмоделей и соответственно считается как два суперэлемента. А здесь ситуация нестыряна. Если сравнивать собственность частоты и формы крепания полной модели системы и подсистем без суперэлемента, то видно значительное взаимовведение подсистем друг на друга, что свидетельствует о невозможности проведения независимых расчетов подсистем и для сопоставления результатов для полной модели и для моделей и для подсистем суперэлементной мы видим близость полученных результатов и здесь максимальное расхождение составляет менее процента. Анализ участвительной эффективности в методике то есть время расчет подсистемы методоконструкции покрытия с суперэлементом железобетонных конструкций без учета временного информирования методоконструкции в десятки раз меньше чем затрачиваем на расчет полной системы что дает существенный выигрыш участвительной эффективности и проведение вариантов исследований подсистемы методоконструкции покрытия с целью оптимизации так как формироваться променемент железобетонных конструкций методиколиса вот этот простой я говорю о времени расчета подсистемы методоконструкции покрытия это зеленый столбик который составляет на порядке без половины минут в две минуты то есть против часа или полутора часов для полной модели далее на слайде основные результаты овой работе если первой то я размерть значит разработанной программно реализованной эффективной суперэлементной методикой из стыка моделей биоалитетических характеристик большеражirdных систем на эфициционных примерах примонструали эффективность и особенность использования этой суперэлементной методики для исследования генетических характеристик примененых систем с такого Апробация проведена на моделях сооружений на стадионах Чемпионата мира в Ростове-Жангуре-Нижнего Новгорода. На этих апробационных задачах продемонстрирована наиболее ценная организационная эффективность разработки методики, а также подошли на ощутительная конкурентоспособность разработанных моделей с элементами. Представленные результаты дистанционного исследования позволяют рекомендовать разработанную методику применения вирешалк-класса ваше науч-асследовательном кембинированной почеразмянной системы, как и 이런 состояния. И по сути в REALLY-же разработку темы предоставляется развитие и применение для должной методики математическое моделирование кембинированной почеразмянной системы для решения задачнических, геометрических, структурных и гигиометических нежных планах. Спасибо. Прежде всего, хотел бы поблагодарить члену Совета за предоставленные возможности. Это не первое. Представим нашу работу в вашем уважаемом Совете. Это первое. Второе. Я, конечно, буду держать себя за прав, как меня просил. Хотя дискуссия меня, конечно, завела, но тем не менее я буду говорить в основном о диссертании. Уже часть материала Алексей Игоревич нам так ставил, о нашем сегодняшнем сыскателе я не буду. Географические какие-то подробности касаться. Но тем не менее, действительно, мы с Александром Игоревичем знакомы уже более 11 лет. Это не случайно, потому что он был выпускником в 2008 году как раз в категории информатики, по математике, по специальности. И он пришел ко мне на диплом. И это как бы не раяет в кустах, что не случайно, что тема его была именно динамические суперлименты. Тогда Алексей Игоревич сильно не баловался. Это делалось на нашем программном комплексе, на программном комплексе «Стадиум». И он, как и тогда, занимался в своей дипломной работе не в строительной конструкции, не в том виде, как он показывает уникальные размеры, а как раз в конструкции международной космической станции. То, откуда, из тех отраслет, откуда это пришло, вот тема фоксизма. Эта работа была тоже защищена, но отлично. И вот, собственно, он 11 лет посвятил такой очень интенсивной практической научной работе. Только последние, можно сказать, без малого, 5 лет, как он с карантурой до этого, была серьезная практическая работа, в том числе в нашем Новосельском центре «Стадиум». На его плечах, его заслуга является расчетное исследование множества уникальных объектов. Не только в тех установках, которые мы сегодня докладывали, а во всех возможных. Да, это дача статики, динамики, комбинированные системы, самые разные, не только большепролетные, а высотные. И вот в этом смысле неудивительно, что год назад творческому коллективу, куда входит Александр Игоревич, была присоединена высшая научная награда Российской академии электростроительных наук, золотая медаль, именно за комплекс научно-сельских работ, связанный вот с этими стадионами. А это без преувеличения половины всех стадионов, которые были закорректированы и построены в чемпионатах мира. То есть мы не делали реальные, какие-то элементальные потребления FIFA со всеми требованием безопасности, в том числе динамики. То, что было проделано таким творческим коллективом, где как раз Александр Ильич отвечал за сборку всех этих систем и сопоставление с результатами альтернативных расчетов. А после трансвайл-парка, после встречающих событий, все уникальные условия ответственности уже не нужно, которые нужно считать в разных зависимо создаваниях расчетных моделей, в разных программных комплексах, независимых коллективах. И только после этого, после сопоставления результатов и удовлетворительного их соответствия, можно считать, что этот результат действительно является достаточно научным обоснованием. Вот мы как бы эту волну все время подняли, это 15 назад, и вот как бы в этой волне мы движемся. Ну, что я могу сказать, у меня в самой работе аккредитация, в общем, она достаточной степени, конечно, была сегодня продемонстрирована, на мой взгляд. Конечно, когда мы говорим о такой комплексной специальности, да, степенизированных программах, математические модели, моделированные численные методы, комплексы, программы, да, в этой работе, представленные методы, в ней третья, мы это видели, но понятно, что в разных работах, мы это сами знаем по этим советам, по разным защитам, упор, акцент делается, но на разные составляющие. Здесь, конечно, акцент делаем на чистое моделирование, да, то есть, например, экономическое моделирование, и на программную реализацию, естественно, на, как бы, показ возможностей, особенностей проблем, которые связаны вот с такими большеразмерными системами. Я вот, как руководитель всех этих разработок уже много времени, должен сказать, что действительно, вот в уникальном, но особо ответственном строительстве в России, до всего дня, этот подход, я понимаю, нет умения, да, почему это так, но это так, да, этот подход сегодня наше должное подтверждение развития и использование, да, что мы считаем неправильным, да, и частичным исполнением этой справедливости, это научно, по практическому плану, на мой взгляд, сможет это работать, да. Поэтому, значит, ну, если оценивать эту работу мне как научный руководитель, я руководитель Сельского центра Скарио, да, я руководитель автороспиранотуре, МГСО, в общем, должен сказать, что проделана гигантская работа. Вот я просто не знаю, будет ли диссертации гигантских, что-то немного проходило, вот, где такой огромный объем был, если проделан. Вы правильно длитель, что в октябре мы выступали на двух семинарах, да, которые на двух территориях были, и было много вопросов, предложений, замечаний. И вот несколько месяцев Александр, не просто переформатировал работу, но провел огромную дополнительную исследовательскую, действительно огромную работу. Вопросов кластера. Кластера, параллельно, получается, ну, тогда, секунды. Ну, давайте исходить, опять же, я говорю о строительном образе, если, да, люди поступают, если это все эти уникальные объекты, все-таки, если вы посмотрите, чем это складывает эти, в том же ведущие, да, проектные конструкторские архитектурные фирмы, да, ну, мало кто из них, не просто там активно использует, он даже понимает, о чем идет речь, когда мы говорим о классах. Да, мы их владеем, но мы должны обеспечивать и их тоже, да, при их возможности, да. И давайте не забывать, об этом Александр не говорит, что работа этих коллективов, ну, и наша тоже, поскольку мы можем в технической сопровождении, да, происходит в условиях жуткого дефицита времени, не мы его, да, не берем, да, есть срок, да, что за два месяца от начала до конца, да, вот это выход, не успеваешь, все, свободно, ну, можно оказаться от такой работы, а можно вот использовать такие технологии, да, выкунуть такую работу, и, ну, да, действительно, метод динамической конструкции, в отличие от такого полного, да, и, так сказать, до конца до виденого метода редукции Гояна статически, да, действительно, он не вполне полезен, если мы удерживаем неполную базу, да, собственно, вот внутри этого сопровождения, да, в этом, в этом преимущество мы можем выглядеть очень серьезно, если есть критерий, да, если, вот критерий на этих задачах, реальный поддатчик этого верификационного, мы можем показать, да, определение удержания общих уже системных, да, полтора-два раза больше, вот, частотного диапазона, собственно, частотой формы внимания этой системы, то есть, при этом, может достигаться кратные, или даже непонятные выборыши, да, примем новые варианты расчетных исследований, а эти много вариантов, это не наши придумки, потому что, вот, все те стадионы, которые вы видите, если вы думаете, что они с первого раза, то ли получат, да, все эти покрытия, да, не с первого, и даже не с десятого, да, то есть, вот, мы лично, конструкторы, да, ну, наверное, сотни операций проводим, да, поэтому, вот, правильно получить тот суперэлемент динамический, на который ставится это покрытие, а потом иметь возможность в быстром темпе на той технике, которую мы имеем, да, и в миге, провести вот эти оптимизационные исследования, это дорогой услой. Ну, значит, не буду продлевать этот разговор в отношении особенностей самой работы, я считаю, ну, это следует из того, что мы здесь находимся, из того, что мы говорим, и я считаю, что, ну, что, в самом деле, подтвердили, что, в свою инфекцию, не нужно, так сказать, как научного работника, как текущего расчетчика, я призываю, я прошу совет, подтвердить на свой выбор, да, и положить выбор на самую цену. Спасибо. Спасибо, Александр Михайлович. Есть вопросы? Нет. Спасибо. Слово ученому секретарю. Спасибо. 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 Спасибо.